Всем привет, это подкаст, мы в этом живем, в студии Сашка. Здорово, всем здорово. В студии Пашка. Приветики. Полосатик желтый. Че, что-то не так с лицом? Приболел. И в студии Дашка. Ёлпис, камон. Че как? Че как? Че как? Че как? Так, сразу скажу, мы ездили в Горячий Ключ на день рождения жены Паши, да, Даша, потусили, вот это вот все. Шашлыки, боже, ребра. Ремба. Ой, крылья вот эти, елки-палки, как это все вкусно. Мы сходили еще погулять там. Да. Сходили, купили, значит, маски всякие, вот, на волоса, на лица, все эти горячие ключеские, вот эти косметики. Я специи купил на рынке. Специи. Ммм, хорошая копченая паприка. Знаете, прям вот нюхаешь копченую паприку и прям... Это же копченая паприка. Не вот это вот из магнитов вот в пакетиках открываешь и пахнет пакетом. Пылью, да. Мы же, да, сходили на местный рынок, нашли там кроссовки с надписью VIP, фэшн, все, вообще, все это стоит 15 рублей. Ну и я такой, ну и хрен с этой фэшн, блин, ну и похожу с фэшном. Вот этот вот стол весь забирайте за 15 рублей. Да, да, я думаю, ну и с фэшном похожу, ну и с VIP похожу. Мне вот эту гигантскую коробку кроссовок. Да, да. И просто жменью мелочи даешь, и все. Супер. Ну офигенно. Жменья-то. Привет, с Кубани. Кто не говорит жменья. Жменья? А где-то не говорят жменья? Везде говорят жменья. Жменья. Напишите в комментариях. Это то, что помещается в руку. В ладошку. Да, вот. Жменья-ладошка. Это вот столько. У меня, короче, ну вот мы отдохнули, классно потусили, все дела. Я такая приехала, ну и вот это вот, ну что, домашние дела. Ой, что, работы. Ну, короче, все, что я оставила, типа, я уехала на длинные выходные, все потом. Ну и вот я приезжаю. Это проблемы завтрашние меня. Да, да. И все дела такие, ну привет, помнишь нас? Привет, завтрашняя Дашка. Да, да, и я еще в очередной раз, я не знаю, в который уже нахожусь в поиске еще какой-нибудь работы, подработки, там все дела. Участок сам себя не выплатит, конечно же, поэтому кучу тестовых заданий приходится делать. Все они, зараза, бесплатные. Ничего платного. Мы ненавидим все бесплатное, когда это касается работы. Да, вот, и я сегодня делала очередное тестовое задание, там нужно было править литературный, ну литературный текст, и выяснилось, что я не знаю русский язык. Ну потому что, ну вроде бы кажется, ну что, ну все понятно, а потом такая, а тут надо тире или не надо, а что тут лучше, может, кавычки, а запятая тут нужна, господи, а как пишется слово машинально, ну вот такие вещи, думаешь, кошмар. И я такая, учебники по русскому языку, добро пожаловать в мою жизнь обратно. Насвежило знание? Я почитала и такая думаю, как я это в школе вообще понимала, я ничего не понимаю, тут ставь, тут не ставь, 250 случаев исключений из правила, нахрен тогда вообще это правило делать, если там куча исключений. Это не то, чтобы правило, ну так, намек, ну знаете. Там правило, в каких случаях ставится тире, ну там парочку правил, ну я их помню со школы, что в этих случаях ставится, а потом такое правило, ну если вам нужно усилить там вот второе вот это приложение, то надо. И я вот смотрю на этот текст и думаю, а это он хотел усилить или что? Или услабить. Непонятно. И короче, я такая думаю, боже мой, как сложно. Ну и ну. Ну посмотрим, я отправлю сегодня свою работу. Я сделала. Что будет? Паша, как у тебя дела? Ну да, действительно. Почему-то ты не сказал, что до поездки в Горячий Ключ еще была у нас одна мини-поездка. Была. Да, точно, точно. Спонтанно корпоративная. Я думаю, что это я один в отпуске, возьму тоже вот этих вот ребят, которые сидят по левую и правую руку от меня. И просто в понедельник такой звоню им, поехали. Ну Сашка недолго выпендривался, сказал поехали, а вот эта дама, мадама начала. А я не знаю, господи, столько тестовых заданий, бла-бла-бла. У меня была работа такой интересный в понедельник. Слава богу, есть Глеб, единственный адекватный человек в вашем доме, который сказал, ну если хочешь поехать, поехали. Вот, и мы поехали. Я обжег палец очень сильно, об решетку. Но пришло понимание, что как бы, ну мало стало шашлычных приблуд у меня. Вообще вот. Давно ничего новенького не покупалось. Такое понимание еще усилилось тем, когда мы уже были в горячем ключе, потому что, ну во-первых, сумка, в которую, если в нее постоянно пихать решетки, которые до этого были на мангале, в жиру там и куча всякого, в сумке постепенно приходит кирдык. Знаешь, она уже где-то липкая, где-то порвалась. Ну в целом я типа периодически ее чищу, там закидываю в стиралку, просто там все заново складываю, но уже как бы, наверное, что-то надо обновить. Плюс я как бы пришел еще перед поездкой в горячий ключ брать, значит, брикеты угольные в магазин грилей. Ну большой, там все вот это вот для грилей, мангалов и все остальное. Знаешь, там пока тебе ищут вот этот огромный мешок угля, который я заказывал, ну сразу большой, чтобы на все дни мне хватило. Я же стою, разглядываю, что там продается. Я представляю, Пашка вот в этом магазине, как пятилетний ребенок в магазине игрушек. Конфетки. Ему все надо, все такое интересное. И туда побежит, вот это хочу, вот это хочу, вот это купи, купи. Во-первых, у меня этот, ну есть стартер для угля, вы знаете, волшебная штука, которая позволяет без розжигов, без всякой фигни, просто ставя в огромное ведро, по сути дела, и поджигая маленький источник огня, разжигать большое количество угля. Вот, я там присмотрел побольше, но он как бы и стоит дороже. А зачем тебе побольше? Тебе этого мало? Ну потому что, да, я типа понимаю, что я ставлю свой маленький, и там он разжигает угли, я высыпаю раскаленные и смешиваю их просто с углями, которые... Да, чтобы типа они, ну потому что мне не хватает количества угля, которое помещается в этот стартер. Потом там есть, ну это чисто приколдес, короче, такие штуки, знаешь, типа медвежьи когти. А, чтобы... Такая штука для рваной говядины, свинины там и все остальное. О, это прикольно. Да, ну это просто прикольно, это, конечно, блажь, постоянно я этим пользоваться не буду. Но самое главное, что мне нужно. Девочки, как говорит Чичалова. Огромный на 400 литров мангал Вебер, да? Это само собой, но есть более приземленная цель, а это вот первая поездка показала, когда мы просто жарили стейки огромные. Блин, нужна большая чугунная сковородка, гриль такая вот, чтобы можно было ее поставить на мангал, значит, масло туда сливочного, значит, розмарина, вот этот кусок говяды огромной на косточке, и так ляп, и он этот жарится, шкварчит, и там, блин, есть такая сковородка, но она собака такая дорогая. А ты не думал купить вот эти вот безручки, которые, ну, как у бабушки, здоровые, чугунные? Саш, ты думаешь, они дешевле? Ну, типа... А по бабушкам проверить, вот, походите. Да, это так не... Ну, слушай, во-первых, она вся уже где-то... Я хочу вот эту новую конкретно. Ну, хочется из магазина. Да, а учитывая, что, типа, я тут занялся, значит, экономическим планетом, планированием расписал, что мы теперь не тратим деньги, почему зря... На сковородке. Полыгорич дал, нас там, типа, по месяцам, вот это, вот это, вот это. И как бы, блин... Да кто ты такой? Посмотри на его рубашку, это бизнес Паша. Чуть-чуть жаба душит, хотя очень хочется, понимаешь? Ну, вот прямо сейчас вроде как и... Ну, я себе поставил цель, что мы вот сначала другие свои закрываем потребности, и, соответственно... Ну, вот и сколько эта гигантская сковородка стоит? Ну, типа, хорошая стоит, там, от 5-6, вот так вот, где-то. В зависимости от объема, в зависимости... Ну, типа, есть просто сковородка, есть там штука с крышкой, да, там, голландская печь, так называемая, гусары молчать. Вот так. Ну, в общем, вариантов много. Ну, короче, Паша, мы надеемся, что кто-нибудь подарит тебе на Новый год эту сковородку, Даша. Ой, хоть бы, хоть бы. И Даша такая... Замолчить! Я ему уже фисташки купила! 150 грамм там! И носки! С оленями! Ну что, дорогие мои друзья, перейдем к заголовкам. Давайте. Итак, психолог рассказала, как бабушкины пирожки могут вытащить из депрессии. Да мы и так знаем! Мы и так знаем! Бабушкину пирожку! С картошечкой! Надо позвонить, чтобы она приготовила. Ням-ням! Какие у вас любимые пирожки? С печенкой и картошкой. Яйцом и луком. Картошка! Да, с капустой вкусной. Картошка и лук. Лось взял под контроль подхода к аэропорту Барнаула. Ну потому что лось контролирует ситуацию. Я представляю, что этот лось, знаешь, в черной куртке написано охрана там. И у него рация. Да-да-да-да. А ну, пришли на охрану сюда. Я на этом входе. Сейчас, сейчас. Кто такие? Назад. Все. Ничего не знаю. Закрытая территория. Все. Уходим. В том видео, где охранник говорит, вызови охрану. Да. Я сейчас охрану вызову. Вызови охрану. И приходит кабан. Блин, у меня под домом в магните есть один охранник, который, ну, вообще, ну, он, знаешь, такой... Джан-Клод Ван Данн. Да. Да. Он... У него перчатки без пальцев. Ой. Это, знаешь, на спине написано название Чопа. Император. Или что? У него какие-то медали тут висят. Какие-то... Ну, это значки какие-то. Давайте честно. Там значки. Аниме. Да-да. Руки вверх. Вот это все. Этот кислотный значок с именем черным там написано. Олег. Да-да, точно. Вот. И он прям, знаешь, стоит всегда такой. На серьезный пяхт. Познакомишь меня с ним? Блин, перчатки без пальцев. Я, конечно, понимаю, что, ну, в данном конкретном случае не про то, что я сейчас расскажу, речь. Но помнишь, как-то в университетские годы мы купили в Хлам и Мусор? H&M был такой магазин в России. Вот это, сука, Хлам и Мусор. И тить-клотить. Я, кстати, от тебя услышал. Ну, тогда-то это можно было говорить, а сейчас-то что? Так вот, мы, значит, с Титовым купили перчатки в H&M. Что-то, типа, за 150 рублей. Две пары сразу. И у них были, типа, якоря здесь, не было пальцев, там, и там, типа, что-то свим, и что-то там написано. Да-да-да. Одинаковые. Дашка моя их ненавидела просто. Она говорит, ты как бомжара с Титовым своим ходите. Как два придурка. Мне они так нравились. И знаешь, что эта женщина взяла? Выкинула их. Эх, молодец. Показала. Ой, змеюка. Они порвались. Как они могли порваться? Ну, они, правда, порвались. Она, когда она их порвала. Но, блин, перчатки без пальцев, это круто. Мы с Сашкой были как банда. Да, мы с бандой были. У-чу-чу. Крутые. У-чу-чу-пучу. В Новосибирской области бобры лишили света и дороги два села, а также утопили экскаватор. Криминальные хроники. Они реально понастроили там плотин. Понастроили. Понастроили. Ни дорог, ни детских садов. Одни плотины. Русло реки изменилось. И я видел, как размывает обочину дороги. И вот на этой обочине стоял экскаватор, который прям наполовину в воде уже. Да, офигеть. Да. И бобры такие, дай пять, подруга. А типа это сколько? Ну, это же не единовременное какое-то явление. Типа не было вообще никого, чтобы отогнать экскаватор? Ну, видимо, не было. Видимо, знаешь, ну, это произошло за ночь. Сережка-то запил как раз. Знаешь, я не буду отогнать еще. Бобры построи, пускай они отгонят. А у бобров нет удостоверения тракториста, машиниста. По-моему, она нужна для управления экскаватором. Я думаю, что бобры это, знаешь, такие радикальные экоактивисты. Очень радикальные. Очень. Все, теперь здесь везде река. Да. Хотите вы того или нет. Никаких дорог. Ну, вот так вот, бобры. Да. Потолстевшие и редчайшие животные собираются в Астраханской области для важного события. Никуда я не собираюсь. У вас там будет круиз по похудению. Я не поеду. Мне никто не присылал приглашение. Мне тоже. А это значит, что мы не потолстевшие. Чем кормить будут, во-первых, надо узнать. Мне нравится, что я сказала, что не мы не животные, а что мы не потолстевшие. Да, это более актуально, как будто бы. Вот так вот, ребята. Ну, я после наших двух поездок, ну, джинсики такие, типа, они такие... Вот так вот теперь застегиваются. Что ж. А я, наоборот, все время худею. Ненавижу тебя. Тюлень из Калининградского зоопарка начал рисовать для борьбы со стрессом. Вот человек, точнее, тюлень, не заедает, а рисует. Ну, блин, извините, ему что дали, то и дали. Если бы дали еду вместо фломастеров, он бы заедал, может быть. Он же не может пойти в пятерочку, сказать, не пельменей. Полтора килограмма вот этих. Пельменей. Пельменя. Обожаю. Жители Астрахани ждут фекального катка. Прямо-таки ждут. С нетерпением. Ой, когда же уже, когда же уже. Как в прошлом году, помните? Так я понимаю, что, в принципе, реально ждут. Там какие-то нечистоты разливаются и воняют. А когда они замерзли, они не воняют. Хоть когда-нибудь будет пахнуть воздухом. Здорово. Поэтому и ждут. Как мало людям надо. Можно просто воздухом будет пахнуть? Так а что нам нужно для счастья? Не какашками. Спасибо. Позовите этих бобров, пускай они тут все затопят к чертям. На Нижегородской ярмарке сегодня всем давали по щам. Нижегородская ярмарка. Эй. Что это запикивается? Что? Просто неожиданно. Я-то хотела спросить, любите ли вы щи? Слушай, а я понимаю так, что щи это тоже такая история, что у нас есть 833 миллиона рецептов для вас. Ну, слушай, суть одна. Это какой-то суп с капустой. Почему? Я думал, ну, кислые, типа, на щавеле. Нет? Нет, это щавельный, щавельный суп. Ну, короче, я не знаю, потому что я не понимаю, что есть классические щи. Я думаю, что это суп с кислой капустой. Ну, я так понимаю щи, и я такие щи ела. Нормально, нормально. Я не пробовал. Что-то на русском, не знаю. А ты чё? А, я забыл же. Новопокровская, это ж территория графства Титовского. Мы там едим брускеты. Да, да, да. Да, мы там едим брускеты и пельменя. Мне нравится Новопокровская кухня. Брускеты, пельменя. Пиво есть. Вообще нормально. Чего ж ты молчал? Ишь, ты чё? А ещё сухарики разные. Сухарики разные там есть. Три корочки есть с томатом и зеленью. Всё есть. В грампство едем. Срочно. Животные в российских лесах начали орать. Друг на друга или что? Сегодня ехал, слушал лекцию про кельтские мифы. В 5 утра человек встал, поехал куда-то, хрен знает куда, и слушал лекцию. Ну, короче, там у них есть такая история, что... Ну, в общем, я не знаю, это не персонаж, а, наверное, артефакт есть в кельтской мифологии. Значит, камень. Если на него, типа, становится истинный король, камень орёт. Я думаю, это же так круто, представляешь? А-а-а! Король! Блин, это просто гениально. Мне кажется, знаешь, они просто такие... Давайте возьмём легенду о короле Артуре, и только истинный может из камня меч достать. Ну, давай списывай, только не точь-в-точь. Хорошо. Будет камень, который орёт. Орёт. Я так понимаю, что кельтские мифы, они более ранние, чем сказания про короля Артура. Возможно. Да. Поэтому тут ещё кто у кого списал. А, может, наоборот? Это вот это вот, да. Они такие сидят, ну, блин, там у кельтов есть камень, который орёт. Ну, это что-то тумач, наверное. Прикольная идея. Давайте только что-то побрутальней. И, ну, давайте, чтобы камень не орал. Да-да-да. Я сейчас представила дурацкую ситуацию, что за партой сидят кельты, и король Артур, и учительница. Ну, и что? И кто у кого списал. Кто у кого списывал. Оценку вам на двоих ставить. На попарам делись. И он снёт. А мы что это... Что ты там свой меч ковыряешь? И ты не ори. Ну, и женщина отомстила неверному партнёру. С помощью пиццы. Оказывается, пицца бывает и вот в таком ключе используется. Пицца мести. Пицца с пистолетами. Пицца с пистолетами. Ну, там, короче, значит, мужик бросил свою жену. И, значит, через какое-то время ей пишет. Лариса. Ну, допустим, она Лариса. Ларисточка. Ну, да-да. Душа моя бывшая. А там рецепт. Рецепт маминой пиццы. Вот этот секретный. Можешь мне прислать? А та такая, Лариса, говорит. Это сейчас что такое? Это сейчас твоя вот эта грымза. Вот эта выдра будет тебе готовить вместо меня? Вот это из ПТУ. Со второго курса, который ты нашёл. Она такая, а-а-а. Малолетка, двадцатилетняя. Вот это твоя. Она говорит, нет, Женечка. Допустим, его Женечка зовут. Да, допустим, он Женечка. В сети опубликовала этот рецепт. И всё. И там начался срач. Говорят, половина... Семейный, тайный рецепт опубликовала. Говорит, что, типа, правильно так его... Правильно ты говоришь. Ну, а что? А прикиньте, ну, там на самом деле суперклассическая маргарита. Да-да-да. Вообще никакой. Короче, тесто. Любое. Купите. В магазине. Любое. А кетчупом намажьте, бросьте колбасу. Любой сыр. Нет, я думала, там классическая маргарита. Как ты могла? Текила. Что там ещё? Табаско. А, такая пицца. Табаско это не туда. Не туда? То есть, в принципе, можно застать картину. Допустим, наконец-то приезжаем мы в Новотитровку к тебе. Да приедь ты уже, господи. Даша, что ты делаешь? Ты такая, я пиццу ем, а сама в бокале вот это вот, да? Да, давай. Круто будет, приезжай. Ну, короче, блин. Это ещё раз подтверждает, что, конечно, вот это комьюнити, где есть рецепты, оно только с виду безобидное. Самое злое комьюнити. На самом деле, да, это токсичное. И, конечно, всё это возглавляет любители плова. Это вообще самые злые срочи. Да, это любители каши с мясом. Да, да, да. Какие это любители плова? Вы где эту морковку купили? Это вообще, это что, для чего это морковка? Разве же это барбарис. Такие. Ты вот на глаз бы себе лучше вот эту кучку насыпал зиры, что ты сюда насыпал. Потому что пишут же, знаешь, в рецептах там зиры, ну, на глаз. Да, да. Но я имел в виду прям на глаз. Сколько токсиков в плове. Слава богу, я не готовлю это. Блин, причём плов, ну, вкусная штука. Да, блин, плова захотелось. Да я есть, просто хочу уже. Ну, ладно, всё, пока. Да ладно, нет, чего вы это? Рубрика-бубрика. Бубрика-рубрика. Россиянам назвали подходящие для покупки в ноябре продукты для новогоднего стола. Да всё, что по акции! Всё для новогоднего стола. Не, в ноябре, это с учётом того, что ноябрь у тебя простоит, и декабрь простоит. Слушай, ну, горошек. Консервация. Да. Кукуруза, горошек, фасоль. Не знаю, может кто-то покупает. Я, во-первых, покупаю на Новый год фасоль. Это раз. Во-вторых... А что ты делаешь из фасоли на Новый год? Во-вторых, всё, что я куплю в ноябре, всё. Я истожру в ноябре. Ну, прикольно. Не, ну, слушай, можно закупать в целом элкегель, допустим. Всё, что я куплю в ноябре из элкегеля, я выпью в ноябре. Я бы что не сказал, ты сделаешь всё, что я куплю, да? Там типа... Ну, не знаю. Если я скажу помёт куриный, ты всё, что я куплю, всё будет раскидано по двору. Может... Ну, там написано продукты для новогоднего стола, но я думала, что в ноябре можно покупать всякие украшения, там, ёлки какие-нибудь, ну, искусственные, не знаю. Вот эти вот гигантские салфетки задорого. Да, которые... Мы с рисунком. Да. Которые ничего не вытирают на самом деле. Да, они не впитывают влагу. Они не впитывают, они беспонтовые. И ещё ты их раскладываешь, оно там, знаешь, вот, ну, типа, она и так большая, ты её раскладываешь, 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 раскладываешь. И у тебя палатка. Да, ты уже типа дома не видишь из-за этой расположенной салфетки. Ну, зато красиво. Ну, да. Можно покупать, не знаю, свечи. Вот эти все новогодние, украшенные шишками, ёлками, вот этими всеми штучками. А, всё, что связано с символикой Нового года. Вот эти год дракона, год кого-то там ещё. Всё про это. А какой год будет следующий? Дракона, по-моему. А потом не знать, что с этим делать, да? Да, конечно. Вы же все помните про мышь, которая у меня стоит в коморке страшная, которую мне бабушка одна из подарила. Нет. Вы что, я же рассказывал. Я не помню. Это, блин, я просто так эмоционально рассказывал, даже не запомнили. Ты 15 раз про ложки в морозилке рассказывал и про Женьку Севаторова, а про это нет. Но это тоже в моей жизни. Короче, одна из бабуль мне как-то... Я вам с Дашей подарю символ Нового года. Это вот примерно, знаешь, сантиметров 30. Год мыши был, соответственно. Мышь. Причём она, ну, типа, как копилка выглядит, но она не копилка. У неё нету куда... Прорези. Денежку, да, совать. Это просто фигура мыши керамическая, которая сидит на, значит, горе, там, денег, монет, чего-то там у неё, там, в руках что-то ёлка, не ёлка. В общем, она очень страшная. Покрашена, значит, какими-то очень яркими, ядовитыми цветами при этом, не мышиными. Там, зелёный, знаешь, какой-то оранжевый. И при этом припорошена вот блестяшками. То есть это самое отвратительное, безвкусное... Я требую фото в Ракунгэнг. Фото в Ракунгэнг. Это бунды. Это вообще просто... Ну, я, конечно, бабулю не мог обидеть. Я тебе сказала, спасибо большое. Ну, ой, очень классно вообще. И она сразу же отправилась в коморку. Охранять там всё. Я её, знаешь, когда захожу оттуда, что-то взятит... Что это такое? А это мышь-то, ботанка. Потому что пылью покрылась паутиной, стало ещё страшнее. В общем, блин, мне кажется, вот эти подарки с символом животным года, это самое беспонтовое и ненужное, что может просто быть вообще в этой жизни. Слушай, ну, у меня обычно такие подарки, они небольшие, и они потом превращаются в украшения на ёлку. Их там как-то присобачиваешь, и всё нормально. Ну, или примышиваешь, если это мышь. Или примышиваешь. Придракониваешь. Вика уже купила кое-что к Новому году. Буквально вчера она увидела заколочки с маленькими оленями рожками. Миленькая и симпатичненькая. И такая... И шла с магнитами. Это надо. Очень красиво. Обязательно в ноябре купить календарь с символом Нового года. Обязательно. Потому что счастья иначе в доме не будет. Ну, или просто с рандомными кроликами, знаешь. Да. Драконов уже раскупили, значит, кролики остались. Или горячие пожарные. Ну, вот эти, знаете, календарь с горячими пожарными. Ну, ладно, неважно. Да. Так, что еще можно купить? Ну, вот у меня родители покупали сервелат. Такой какой-нибудь жирнючий. Который там бам-бам-бам по столу. Не-не-не, он... Это потом он становился бам-бам-бам. И он вярился все это время. Вярился, да. И ты ходишь и так... Ну, кстати, если честно, можно не только... Ну, покупка как одна из стадий процесса, вот, которого я сейчас опишу. Я все хочу сделать вот эту бризаолу или что-нибудь вот такое, знаешь, вот это вяленое мясо. Типа сначала вымочить его в вине... Я как карпаччо? В вине и в специях, а потом так в марле подвесить куда-нибудь. Я делал. Сейчас к Новому году оно дойдет. Мальчик делал. Куриное филе. Я не слышу, кто-то делал или нет? А, Сашка делал. Расскажи. Я в большом количестве соли, куриное филе, настаивал. Филиное куре. Филиное куре, да. Оно стало твердым. Вот. Потом промывал его, натёр специями, повесил на балконе. Было прохладно. Самое то. И да, получилось. И было вкусно. Единственное, что я переборщил с солью или недостаточно промыл от соли. Было солоновато. Ну, прям к пиву такая, знаешь, я думала, ты скажешь, единственная проблема еноты. Да, залезли на 17-й этаж ко мне. Так вкусно пахло. Ну, еноты, это наш братаныч. Да. Им можно, значит, да? Да. Отлично. Но было классно. Серьезно. Это прям прикольная штука. Учитывая то, что ты можешь купить, конечно, эту, ну, вот такую... Но ты купишь не с теми специями, например. Вяленое филиное куре, ты можешь купить, но оно будет стоить, как валя. Да. А у меня есть домашнее куриное филе, пожалуйста, вот можно сделать пару кг. Угу. Но я хочу из говяды что-нибудь сделать. Ну, короче, давай, делай. Спасибо, Дарья Дмитриевна, что разрешили. Приступай, давай. Не чихнуть, не пукнуть, без ваших указаний не могу. Ну, так... Можно чихнуть, пожалуйста. Потом. Хорошо. Если сейчас не разрешишь ему чихнуть, он пукнет. Да пусть. Ну, ладно, можно. А-чхе! Так вот, что еще покупать на Новый год? Потрясающая актерская игра. Ну, вообще, на самом деле, я думаю, правда, консервацию горошки... Алкоголь. А для мимоски... Оливки. Для мимоски вот эта вот рыба консервированная. Что ж без нее? Ну, да. Ананас обязательно. Ананасик! Консервированный или нет? Ну, как кто любит. Я люблю и тот, и тот. Значит, и тот, и тот покупай. Я любитель вот эту курицу с ананасом запечь. Я знаю, что это развлечение не для всех, но оно для меня точно. Я знаю, что точно не стоит покупать в ноябре к Новому году. Это крабовые палочки. Да. Потому что они будут съедены. И мандарины. Причем, сколько бы ты их ни купил, они будут съедены. Ну, блин, они не достоят, даже если ты их не будешь есть. Ты не получится в специях обвалять мандарины и повесить, и он такой... Я вяленый мандарин. Ну, давай так, получится. Только получится хрень. Получилось. Это сейчас какой-нибудь знаменитый вяльщик-мандарин, который, естественно, нас слушает. Да, обязательно. Такой, что? Да пошли вы в жопу. Вы что, охренили, блин? Вы знаете, что? Мне снилось сегодня, что Леонид Агудин слушает наш подкаст. Ну, конечно же, Леонид Николаевич. Тебе не приснилось. Это правда. И он, короче, пришел. Точнее, я пришла на какой-то его мастер-класс или что-то такое. Мы, точнее, все пришли. И там он что-то разыгрывал, и нужно было заполнить анкету. И мы там заполняли анкеты, чтобы что-то выиграть. И он такой, ребят, давайте быстрее, а то я не успею для вас еще спеть. Как классно. Почему, блин, ты нас не позвала в твой сон? Я всегда мечтал с Агудином познакомиться. Ну, короче, было очень круто. Ладно, давайте узнаем, что там покупать в ноябре, чтобы новогодний стол прямо-таки ломился, ломился от еды. А если ломился, тогда кирпичи. Это что-то, это стук покрышения. Такой ты хлебосольный хозяин. Это то, что никому не слышно. Итак, в ноябре можно покупать консервы, соки и икру для новогоднего стола. Икру? Что это такое? Икра, кстати... Икра имитированная. 13 рублей. Ну, вообще пишут, что, типа, знаешь, икру не стоит хранить в морозилке, но мы храним и ок. Говорят, можно уже купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки. Типа 2-3 месяца протянет. Кроме того, продуктами, подходящими для длительного хранения, названы фруктовые соки, алкоголь, некоторые виды сыра, замороженные фрукты и овощи. Ну, понятно. Ну, я не знаю. Сначала надо морозильную камеру огромную купить, потому что у меня, допустим, не залезет в холодильник столько всего. Я очень хочу морозильную камеру, потому что, да, есть потребность. У меня нет потребности. Я все сжеру сразу. Ну, вот. Ты обманываешь. Ты чуть-чуть надкусишь что-то, оно будет лежать, потом ты это выкинешь. Ну, это один раз с яблоком такое было. Да, конечно. А с перепелками. С каждой едой. Ну, хватит. Что это такое? Готовил я, значит, точнее, не я, но в горячем ключе. Готовили хот-доги. Булка посередине разрезанная, в ней морковка по-корейски и сосиска. Что делает Даша? Убирает булку. Ну, половину булки. Убирает часть морковки. Нет, я морковку ела. И, короче, пол... Я просто убрала половину булки. Пол хот-дога просто бальсирует. Ну, мне было много хлеба. Зачем мне эти лишние калории? Да чтобы хоть чуть-чуть. Вот это не как вот эта кожа до кости одна. Да шоу, у меня джинсы не сходятся уже на пузяндре. И шоу, они не сходятся? Купи джинсы побольше. Ага, это да. А лучше юбку на резинке. Нет. Такую бабушачью. Да-да-да. Цернанскую. Да. Ладно, ребят, новости. Ладно. Ребят. Новости. Итак, что у нас тут? В Костроме мужчина так долго ждал автобус, что украл из магазина две стремянки и три пачки утеплителя. Охренеть, блин. Это все не маленькие вещи, типа. Да, как он это все взял? Так долго ждал автобус. Три пачки утеплителя. Это, ну, это большая хрень. Это реально много. Ну, есть как бы стремянку, чтобы одну нести, тебе нужны две руки. Ну, может, она маленькая, значит, маленькие стремянки. Или он, знаешь, типа, стремянку одну на одну, а на них вот так три утеплителя, и так на руках вот нес. В общем, в дежурную часть обратился руководитель магазина. Мужчина сообщил, что только что пресек попытку одного из посетителей вынести с торговой точки две стремянки и три пачки утеплителя. Полицейские незамедлительно прибыли на место. Задержанным оказался освободившийся около суток назад из мест лишения свободы 38-летний мужчина. Он рассказал, что стоял на остановке и ждал автобус. Замерзнув, он решил зайти в ближайший магазин. И утеплиться. Да, увидев внутри товары, за которыми никто не присматривает, у него сразу созрел план вынести их и продать. Это беспризорные товары, я себе их... Они ничейные получаются. За ними никто не смотрит. Посмотрите, какие они несчастные из стремянки. Я их приюхил. Это странно немножко. Может, хотел прямо в автобусе их и продать. А я придумал, как он вынес это. Он, типа, скосплеил супергероя. Он, короче, стремянки привязал к ногам, как ходули огромные, а из утеплителя сделал плащ. Такой, типа, паум, паум. Да, да. Нашли его быстро. Боже мой, мне 35 лет через 2 месяца. Какой утеплитель в виде плаща, Паша? Ты о чем говоришь? Боже мой. Ну, подожди, ты финансово начал считать. Ты уже большой. Ну, да. А еще я в 8.30 сегодня подписывал договор на проектирование газового всякого объекта строительства. А вот тут ты и посыпался. Сразу такой деловой. В 8.30 подписывал договор газового всякого. Ну, я получал хорошо технические условия для тех присоединения к сетям газораспределения, а также договаривался за проектирование строительно-монтажных работ. Старался за проектирование. Паша, ты это... Серьезно. Хочешь в кучу гуры за таким же съездить? Нет. Ну, почему? Почему вы думаете, что кто-то хочет бесплатно вам что-то сделать? Ну, я не буду. Я кто сказал, что бесплатно? Я не говорила, что бесплатно. Ну, я не говорила. Ну, я никакой суммы не озвучила. Ну, а как бы... А что, договоримся? 14 рублей вас устроит. Альпинголь. С новым вкусом. Что может меня заинтересовать в этой жизни? А вдруг я тебе препараю сковородку? Сковородку для вот этой штуки. Так, продолжаем. Вдруг. Вдруг. Так-так. Вот там и поговорим. Девочки, сложно это все. Ну, короче. Слушайте, я обычно, если долго жду общественный транспорт, ну, что я? Я пойду в сухарики куплю какие-нибудь. Кофа. Кофа. А нет такого, что ты стоишь, ждешь, ждешь, идешь за сухариками и видишь, как нужно этим маршруткой уезжать? Конечно. Да. Было такое. Еще был момент, когда, ну, тебе нужно сесть в автобус и проехать ровно там одну остановку и выйти. Но кондуктор к тебе подходит именно тогда, когда вот вы уже подъезжаете к этой остановке и начинает очень долго, ну, типа, принимать оплату. Ты думаешь, быстрее, вы сейчас уедете, я не успею выйти. А, так ты можешь в этот момент просто уйти. Ну, типа, не оплатив просто пока, у меня остановка. Ты, сука, оплати вот так она. А что она сделает? Я наорет. Вспомнил эпизод, когда я еще работал на Сормовской, но жил там у тебя сейчас, ну, типа, вообще в разных. Все, да, очень далеко. Очень далеко, типа, через весь город, типа, и надо было ехать с несколькими пересадками. Я что-то был супер уставший, я, типа, вышел поздно с работы и, типа, еду, ну, уже, типа, 9 с чем-то часов вечера. А, я думал, столько едет. И я просто заснул в маршрутке, просыпаюсь и смотрю, вроде, блин, ну, знакомое очертание российское, мне выходить. Я такой, на ленте остановите, пожалуйста. И, типа, знаешь, такое молчание, секунд 30. Просто как будто меня вообще не существует. Потом поворачивается какой-то мужик. Три остановки назад ленту проехать. Я такой, ну, на ближайший тогда. Да, выжил хрен знает где на российской и чесал, типа. А еще какая-то осень, знаешь, типа, слякать, отвратительно, российская, там ни тротуаров, ничего. Ой, было, конечно. У меня такое бывает, когда я в маршрутке в шахматы играю. Ну, типа, играю в шахматы на телефоне. Ну, там стоит доска, они там рубятся. Здорово, Петрович, привет, Санек, ну, давай. И у них там прям доска стоит, знаешь, у них партия там три года. И знаешь, это в маршрутке почему-то вот эта скамейка. Мужики по бокам стоят, которые что-то там обсуждают. Офигенная маршрутка была бы. Сейчас этот он туру заберет, если у него там вообще... Прикольно. Играю в шахматы, и бывает, знаешь, заигрываюсь, и такой... Где я? А все такие... А, Самара! Моя остановка получилась. И я такой просто такой, на остановочке, пожалуйста, мне вот это вот. И я такой... Где я? А у вас не было такого, что вы стесняетесь крикнуть, типа, ну, вот это меня остановите? И как бы ждете, что кто-то другой крикнет? А я заметил... Ну, есть такое, я заметил, что, типа, я каждый раз, типа, говорю, там, там-то остановить, и потом вот так вот делаю себе, и потом я прочитал, что это, ну, ты типа гладишь себя, успокаиваешь, то есть для тебя это не стресс, это реакция организма, что ты там что-то трогаешь, почёсываешь себя после того, как... Потому что в любом случае, даже, типа, ну, обычная же ситуация, всё равно найдётся человек, который, когда ты крикнешь, так он тебя вот так вот посмотрит. Да, да, да. Что? А самое стрессовое, когда ты орёшь, там, типа, на школе остановите, а водитель не слышит, и тебе приходится повторно кричать. А бывает, что и в третий раз, и все слышат, сука, кроме него. Кроме водителя. А потом ты видишь значок, что он не слышит. А потом ты видишь, что вы не едете, и водителя нет вообще в машине ещё. И что ты у Агутина на мастер-классе, на самом деле. Ты ещё видел мой сон? Я прошу водителя остановить, я где-то несколько секунд перед этим настраиваюсь. Да, да, да. Я такой, так, приятный мужской рекламный голос. Мне он нужен прямо сейчас. На остановке. Или там даже читов. Добрый день. На остановке. Нет, я думала, что он включает рекламный голос и, ну, не знаю, по привычке, типа, нужен насос. Ой, 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 на остановке. Добрый день, самый прекрасный и профессиональный в мире водитель. Пусть будут здоровы твои близкие и друзья. Не соблаговолишь ли ты остановить мне на вот этой вот прекрасной остановке, потому что с неё оптимально добираться. Да, и ты уже проехал четыре раза. И водитель не остановил, потому что подумал, что это радио. Да, я думал, что водитель пересрался. Груто, что это такое? Что-то приблуду какую-то установили, чтобы мы это останавливались. Что такое? Куда тыкнуть? Вот. Куда тыкнуть? Так вот, утеплитель. Тырили когда-нибудь утеплитель? Нет, ну, на самом деле, это печальная ситуация. Нет, но у меня есть пару упаковок, если хотите. Стырил? Сашка, продавец остатков после ремонта. Да. На рынке с 2018. Да, где-то так. Вот. Это же, ну, печальная история. Скорее всего, он там просидел чертову гору времени в тюрьме уже, этот человек. Выжил такой, а что делать? Да. Надо обратно. Он просто в наглую пошел, зная, что его примут. Возможно. И все, как бы. Это трагично. На самом деле. Вот. Потому что, блин, кто-то не купил утеплитель, кто-то не купил стремянки. Не, ну, я думаю, вернули украденное. Или к делу пришили. Огромная папка там стремянка посередине. Файлик, и в него прям запихана стремянка. Я видел как-то дело в арбитражном суде, куда пришили диск, ну, CDR, пришили дырку, пробили в диске и сшили. Класс. Какие молодцы. Какие молодцы. Знают технику. А что через дырку, которая уже изначально в диске есть, нельзя как-то привить? Ну, ты, типа, представляешь, как шьется дело? Дело прямоугольное. Я не хочу знать. Типа, если пришить центральную дырку, то будет прямоугольное дело, и вот так вот полукруг еще из него торчать. А они пришили за краешек диска. Не, ну, обычно делают там бумажный конверт какой-нибудь. Или файлик, да? Допустим, ну, что-то. Ну, файлик в дело. Ну, в общем, есть вопросы с хранением. Вот видишь, я не знаю, как диск пришить в дело. Вот и они не знали. А сейчас я вообще не знаю. Тут недавно готовили документы по одному запросу. А как ссылку пришить? Ну, полностью прописать ссылку. Ну, типа, выделяешь и вшиваешь. И у Тэшка много было, было, было. Да, 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 все. И потом, если кто-то хочет это проверить, он такой, да, ёлка. Да, 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 да. Именно так. Недавно собирали там документы для одного госоргана по запросу. И они такие, не надо, типа, печатать на флешке. Принесите, мы такие, на чем? Ну, типа, кто видел флешку последний раз? Я сегодня в машине. Флешка. Ну, короче, пришлось идти покупать флешку, потому что ни у кого не оказалось. Ну, слушай, я не... Если бы я знал, конечно, Даша, что ты, оказывается, королева флешек, и у тебя этих флешек, ну, просто завались, я бы обратился к тебе. Я периодически недавно сталкивалась с флешками, потому что нужно было что-нибудь распечатать. И не везде они такие, типа, пришлите нам в WhatsApp ссылку, и мы распечатаем. Некоторые все еще такие... Пришлите нам мини-диск. Пришлите нам флешку, и мы на флешке... Через неру. Иногда, конечно... Ну, извините. Ничего страшного. Прощай. Слава богу. Ладно. Хватит. Следующая новость. Не придумала я отводку от этой новости. Просто сказала, хватит. Отводку. Да. Это еще что? А вот следующая новость. В турнире по ничего не деланию победили три танцора. Як, як, цедрак, цедрак, цедронь. Ну да. Звучит, как какая-то поговорка. Як, як, цедрак, як, цедрак, цедрак, цедронь. А, боже. Ладно. Игнорировать. Так вот. В Японии впервые состоялся турнир по ничего не деланию, в котором приняли участие 107 человек. Участники должны были 90 минут ничего не делать и при этом не спать. Правила турнира запрещали использовать смартфон, читать, разговаривать и даже смотреть на часы. Соревнующимся выдавали карточки четырех разных цветов. Показав красную, они могли получить быстрый массаж, если мышцы какие-то затекли. Синюю – это значит получить воду, желтую – это теплый плед, а черную – возможность сходить в туалет или получить медицинскую помощь. Победителя определяли, исходя из двух шкал оценок, как в фигурном катании. Судьи по отдельности оценивали технику расслабления и артистизм. Чтобы узнать, насколько участники расслабились, им каждые 15 минут измеряли пульс. Артистизм оценивался по мимике соревнующихся. Ну, короче, как надо. Слушай, я думаю, что мир уже готов к мировым соревнованиям. И вот те хорваты, которые 50 дней лежат, знаешь, на диване или на матрасе. Да-да-да, вот в этом своем соревновании. Я думаю, этих японцев только так. Ну, видишь, они-то в первый раз такое провели, поэтому... Ну да, японцам очень сложно расслабиться. И ничего не делать. Замудренные какие-то правила, вот эти четыре карточки. Ну, японцы, японцы, у них же всегда все там. В Хорватии просто чуваки лежали. Да, по кайфу, потому что... В Хорватии это было? По-моему, да. Я не уверена, что это там. Ну, не суть. Где-то в другом месте. Где-то, нам лень проверять. Восточная Европа, вот где-то там. Ну, мне, наверное, 90 минут лежать и вообще ничего не делать сложно. Почти каждый день так. То есть не спать, не разговаривать, ничего не смотреть, просто... Реально, почти каждый день так. Я вот ложусь спать где-то в три... ночи. Полчаса там что-то полистал ленту и до шести я просто лежу. Ну, и дурак. Ты даже не споришь со своими врагами из прошлого? Я это делаю. С которыми надо было по-другому совсем общаться. Ну, это в голове. То есть, ну, чисто физически я-то просто лежу и не сплю и ничего абсолютно не делаю. Кстати, можно и мимику тогда развивать. Представляешь, вот победил чисто что-то у себя в голове спорил с этими гадами. А мне кажется, если ты мимику напрягаешь, это же напряжение, значит, ты не так уж и расслабился. Да, да. У тебя должна быть вообще какая-то... Ну, я думаю, там немножко разные правила. У японцев какие-то сложные правила. То есть, им нужно реально... У них там пульс измеряют, чтобы нужно прям максимально расслабиться. То есть, тут больше соревнования не по ничего не деланию, а по расслаблению. Вхождению в какой-то транс. Да, в какое-то вот такое состояние. Мне кажется, если ты знаешь всякие приемы, йоговское дыхание, какое-нибудь погружение в медитацию, ты лежишь, наверное. Блин, дыхание на самом деле очень рабочая штука. Замедленный пульс. Когда... Да, дыхание рабочая штука. Да, мы бы не смогли... Без дыхания мало чего работает. Так вышло. Это все, что я хотел сказать. Ну, в общем, не знаю. Еще там три танцора победили. Ну, как они... Ну, да, кстати. Они же, получается, не танцевали. Им сложно больше там 15 минут не танцевать. Ну, я так почитала, что у них билеты, что ли, на концерты плохо продавались, и они решили поучаствовать, чтобы, ну... Лучше продавались. Оживить активность, да. Ну, да. Слушай, даже мы их обсуждаем сейчас, получается. Ну, да. Но на концертах не пойдем. Все, я уже купила билеты нам всем, да. С вас по 50 тысяч. Да, дешево еще. Нормально. Ой, я не смогу. Моги, все. Я тебя отпросила с работ. Ой, какое вранье, боже мой. Почему? Ты уже сам отпросился? Нет, потому что я знаю, что ты даже вообще ничего никуда не отпрашивала меня никогда. А давай как-нибудь реально Пашку отпросим с работой? Давай. Здрасте, директор Паши. Многоуважаемый директор Паши. Нам это, а Паша выйдет. Он наш друг. А прикинь, ну, а твой начальник может юмор понять такой? Ну, вот ради прикола. Есть вариант такой, что... И прикинь, он приходит к тебе в кабинет, так, все. Но не в конце года. С обеда уходи, все. Тебя друзья отпросили. Прикинь. Не-не, я думаю, что он такой выходит. Мяч дает футбольный, ну, типа, иди давай. Он говорит, Паш, ты иди, ты иди. Потом поговорим. Чтобы как бы перед друзьями не позорить Пашку. Паш, дайди воды из кулера набери. Да меня не отпустят. Пашка, скинь кулер. Ой, да. Интересно. Ну, в общем, ничего не делай. Я сколько такая, да? Вот бы классно ничего не делать, и все. Но это не так. Ну, блин, в этом же конкурсе, по сути дела, не так уж много людей ничего не делали. А очень много людей, наоборот, заморачивалось. Представляешь, ты сидишь, там, один пульс смотрит, другой, типа, массажист в режиме готовности, там, что-то, водичку поднести, унести, еще какие-то там, типа, суетятся. А как они ели? А, 90 часов можно не есть. Или нет? 90 минут. Да, 90 минут можно не есть. Ну, да, я думаю. Ну, можно постараться. Сложно, конечно. Тяжело, да. Согласен. Но в целом приемлемо. Как же я хочу гирос. Господи. Я тут недавно узнала кулинарный лайфхак. Я рассказывала об этом Сашке, вот когда мы внизу были перед офисом, что, оказывается, сэндвич с лавашом. Это тема. Не с тонким армянским лавашом, а вот такой, который, как хлебушек. Да, ты его прижариваешь на сковородке, и Сашка говорит, он похож на чабату. Я такая, да. Да. И туда кидаешь всякую курочку, овощички, солички, сыр, там, соусик. И так вкусно. Да. Прям вообще. Очень хорошо. Это вот лаваш, который я увезла с тусовки, он зря не пропал, ты знай. Хорошо. Он был вкусный. Это хорошо. Где мой контейнер, который я себе давал? Я его помыл, положил в пакетик и поставил возле входа, чтобы не забыть, и забыл. Вот так вот. Это теперь мой контейнер. Это который раз я покупаю новые классные контейнеры. Я купил офигенных три контейнера, прям, ну, такие квадратные, довольно вместительные, но при этом нездоровые. Вот как я делаю, несколько разных маринадов, они были очень удобные. Я купил три штуки. У меня остался один. Где остальные два, я в душе не чаю. Кто-то же собрал, блин. Все у меня, все у меня. А мне нравится, что Паша, ну, типа, он в том возрасте, когда я купил три офигенных контейнера. Классные были контейнеры. Прорезиненные, знаешь, такие крышки, которые плотно надеваются. Очень удобные, да, крепкие. Очень удобные, да. Классные, вообще супер, да? Обалденные. Стильные. Праздничные, можно сказать, да. Но они нет. Вот знаешь, они, типа, не празднично, не вычурные. Они при этом, ну, типа, смотрятся нормально. Прорезиненные и строгие, да, больше такие? Вот скорее так, да. Я хочу, чтобы у Паши были такие контейнеры, типа, там, с Человеком-пауком, с Бэтменом. С Шреком. Да, с машинками. Хочешь такие? Ну, блин, это как... Я рассматривал возможность покупки таких контейнеров. Но дело в том, что нет таких контейнеров, понимаешь? Есть... Я закажу. Ланчбоксы есть такие. А тебе нужен большой контейнер, да? Просто есть большие контейнеры... Мне нужен плюс-минус, как тот, который у тебя сейчас. Можно чуть побольше. Это средний такой. Типа туда вот подложка... Я думал, ты большой хочешь, как вот эти вот огромные боди, в которых ты маринуешь. Не-не-не. Подложка крыльев, допустим, одна, помещается хорошо вот в этот контейнер, который у тебя, средний, и туда помещаются все ингредиенты для маринада. Ты маринуешь. Это, ну, порция, которую можно пожарить за один раз, поставить на стол. Ровно решеточка. Да, и ее, типа, разберут очень быстро. Вот, кстати, да. Практично. Причем решеточка такая, знаешь, чтобы между ними было... Зазор небольшой. Никогда ты запихиваешь мясо так, что внутри оно получается вареное, а не наномангале, а вот... Нужно промежуток какой-то. Да. Согласен. Этого не может быть. Промежуток должен быть. Я хочу есть. Очень. Знаете об этом все. Хорошо, что уведомила. Да. Мне вообще иногда кажется, что этот подкаст только ради того, чтобы говорить, что мы хотим есть. Ну, я хочу, чтобы мир знал. Мы в этом хотим есть. Если вырезать все наши упоминания разных ед и то, как мы хотим есть... Часов десять получится. Да, в итоге. Со всех там триста сколько их там... Я думаю, больше получится. И там останется только привет. Это подкаст, мы там живем. Пока. С вами были Сашка, Пашка и Даша. Да-да-да. Чисто привет, пока. Да, как-то так. Ну что? Я предлагаю... Завершать это. Ну, вот это смертно сейчас. Ну, прям... Это что за игривая девчуля? Что за принцесса? Мадам, вы так прекрасны. Да, с вами был Сашка. Это был я, пока всем. Пашка. Да, да. Я тоже был здесь. Пока-пока. Присылайте эмоди контейнеров, если такие есть. Или чугунные сковороды. Да. И Дашка. Все. Всем пока. До следующих подкастов. Знаешь, есть этот афроамериканец какой-то с африканского телевидения какой-то страны очень маленькой. И он завирусился тем, что он читает спортивные новости. Вот примерно как ты сейчас... Манчата-юната. One. Кастапата. Zero. Знаешь, и там типа название команд. Он популярно еще хоть как-то читает. А всякие вот второй половины таблицы вообще... Ничего общего. Я думала, они так и сносится. Ну, вот он тоже так думает. Миллионы просмотров набирают новость. Зато. Окей. Все, у нас миллионы. Ну что, молодец. Обсуждаем. Так рано сошли с ума. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...